Жизнь птичьего двора серия 101. Это называется мы сумасшедшие, которые не знаем чем заняться и занимаемся лебедем. Вот мы пришли всей своей дружной компанией, ну часть ее, чтобы его кормить. А ну покажите, что у нас сегодня на обед. Ребенку. Вот у нас морковка, как всегда. И каша из разных круп. Без соли, на воде все запарено. Даже тепло еще. Вот. Сейчас мы пойдем вот эту вот звездюлину кормить. Она сегодня сделала нам 7,5 инфаркт миокарда. Пока я на работу ехала, она умудрилась. Часа на три, наверное, да? Часа три ее не было, она летала. Да. Где ты была? Вот скажи, где ты была? Тебе сказали сидеть дома. Самое интересное, она летала, наверное, где-то на соседний водоем. У нас вот вода сегодня еще холоднее. У нас сегодня северный ветер подул. У нас вода не замерзает, она парит. Вот реально, как бы она теплая. А соседний водоем, у них кромки уже подзамерзли. И она вот прилетела, у нее на лапах были кусочки льда, и на пузе у нее были кусочки льда. Все-таки дома лучше, дома тепло. Сейчас все встаем и ждем. Когда же она поест, чтобы насыпать ей новое. Я посмотрела некоторых блогеров, я поняла, что лебеди, кажется, они едят леша. Ну как она? Не на лапках стоит, а ей вот удобно вот так вот, в полулежащем состоянии. Она, в общем, всех нас строит здесь. Все живут по графику ее величества. Да, это про тебя. Она где? Она морковку выбирает, да? Она встал выбирает. Ей нравится морковка. Она прям вот фанатеет от нее. Да, за тебя страна переживает. Ты в курсе? Ой, а делает вид, что голодная прям куда там. Две месяца. А, третий раз уже за сегодняшний день? Вот так вот. Холодно, холодно на улице. Сегодня ночью, наверное, было минус 14. С утра было минус 11. Сейчас, я не знаю, наверное, минус 8, минус 9. Поднялся сильный ветер, вот именно северный. А это значит, что даже при более высоких температурах мерзнет все, пальцы, уши. В общем, надо одеваться полностью, как в скафандре, чтобы работать. Вот сейчас вот будем стоять и ждать, пока она поест. Потому что зайти... Ну, попробуйте, подойдите, как она будет реагировать. Пугать ее не хочется все-таки. Она у нас не так давно. Она любит белое ведро. Ну, смотри, вот видишь, как она? Все, она крылья распушила. И что такое? И что за скандал? И что за скандал? Тебе ведро принесли. Она скандалит, а? Все, у нее на шее перышки поднялись. Она вот так вот шипит, шипит. Мандолина наша. Да и что такое? Что? Что? Помешали. Да, царский обед нарушили. Мы тебе новую порцию принесли. Все. Она в возмущении. Ей не нравится. Не по ее. И вот так вот, кстати, все животные питомника, и они у нас вот всех настроят. Что собаки? Что вот эта птица? Все со своими характерами. У тебя три человека обслуживают. Ты в курсе? Нет, она не в курсе. Конечно, интересно было понять, что она, в принципе, про нас думает. Вот ей. Воду чистую принесли. Еду ей чистую рассыпали. Все свежее. Вечером, кто охранник будет, тоже все ей это сделает. Ой. Донна Роза. Ты точно Донна Роза? Да? Донна Роза, это потому что из фильма. Здравствуйте, я ваша тетя. Обожаю советский кинематограф. Нравится мне. Кушать подано. Кушать подано. Идите жрать, пожалуйста. Джентльмен, удачи. Она сейчас в нервном состоянии. Она приподняла крылья. И все. Ей очень не нравится. Ее потревожили. Надо было стоять и ждать, пока она поест. Сама лично уйдет. Да? Но я думаю, что она все-таки привыкнет к нам. Она будет более так дружелюбно к нам относиться. Все-таки даже месяца. Когда она к нам прилетела? Три недели назад. Три недели назад. Это вот получается, во вторник будет четвертая неделя. Только начало четвертой недели. Вот следующий вторник. Так что, в принципе, за такое короткое время еще даже, можно сказать, прогресс. А вчера она целый день ныряла, ныряла, мылась, мылась. А сегодня решила слетать на пару часов. Ну, часа два или три ее только не было. А потом вернулась назад. Прошу вернуться. Да. Обещает нам завтра сильный снег. Если все-таки сможем, мы перейти на другую сторону речки и пройти на тот озеро, на тот стовочек, куда она летает. Может, сходим пару человек туда посмотрим. Может, там кто-то второй лебеденыш сидит в кустах какой-нибудь подбитый, что летать не может. Потому что она летает именно в одно и то же место. А лебедей так вот, чисто внешне, там не видно. Там только утки. Посмотрим, может, там еще кто-то есть. Будем устраивать кавказскую пленницу. Поймали и к себе. Да? Вот так. Ладно, на этом все. По сути, честно, пальцы мерзнут. Холод ужасный. Очень холодный. Всем спасибо и до свидания.